Здравствуйте, уважаемые садоводы! Я приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Русский Хыван. И сегодня я расскажу вам об необычном способе, которым садоводы, овощеводы и цветоводы могут пользоваться для улучшения схожести семян и повышения их адаптационных свойств. В интернете есть очень много рекомендаций относительно того, как использовать различные вещества для ускорения и увеличения схожести семян. Но на самом деле, если их критически осмыслить, получается, что немного из них эффективных, а тем более это подтверждается и практикой. Гуматы использовать для увеличения схожести семян практически бесполезно. Эпин – замечательная вещь, но она действует на гораздо более поздних сроках. Ну и о других веществах тоже имеется много разных мифов и легенд. Вот то, что вы здесь видите, вот эти пакетики – это все разные сорта томатов. Зачем они нужны? Это часть мировой коллекции томата, которая была прислана когда-то в Республику Беларусь, для того, чтобы мы их здесь посмотрели, испытали и отобрали те, которые обладают наилучшими качествами в наших условиях. На самом деле, их почти тысяча штук, этих сортов. И за год такое огромное количество сортов пересмотреть, перелопатить практически невозможно. Они были присланы нам аж в 2012 году. И, к сожалению, часть семян уже практически утратила схожесть. Поэтому мы будем говорить о семенах, ну таких давно полежавших, которые, ну, оказались не очень уже качественные, и их схожесть под сомнением. Перед нами стоит задача, как же увеличить их схожесть. Среди множества разных способов, которые можно увидеть в интернете, имеется один способ, который является научно доказанным, по которому имеется довольно много интересных научных статей, но которые практически не используются садоводами-любителями. При этом он вполне доступен. Вот в Беларуси, например, и в России, и в других местах, и тем более через интернет, можно купить вот такой вот аппарат. Он называется аппарат квантовой терапии Витязь. Он испускает два световых излучения в инфракрасном диапазоне, и видимый красный свет лазером испускается, и магнитное излучение. Так вот, относительно видимого красного света, определенной длины волны, которую как раз испускает вот этот аппарат, имеются доказательства, что облучение таким светом стимулирует, улучшает схожесть и улучшает рост проростков. А как же им пользоваться? Пользоваться им очень просто. Имеются программы, и самая длинная программа 45 минут облучения. И 45 минут облучения, по нашему опыту, оказалось вполне достаточно для того, чтобы простимулировать семена для их схожести. Мы устанавливаем, соответственно, программу, нажимаем пуск, и, ну, у меня чашечка Петри, а вы можете это сделать и любым другим образом, закрепить этот аппарат. Оставляете его на все время, пока он сам по себе не выключится. Облучать необходимо набухшие семена, которые были замочены в течение одних суток. Этот способ действительно работает. Вот здесь у меня есть чашечки Петри с необлученными семенами и облученными семенами. И двух вариантах. Это семена с пониженной схожестью и семена с обыкновенной, стандартной, хорошей схожестью. Так вот, оказывается, что чем хуже качество семян, тем лучше работает этот способ в отношении стимуляции прорастания семян. Если качество семян очень хорошее, то эффект почти не виден. Хотя примерно на сутки-двое семена наклевываются раньше, чем в контрольной чашке. Такому облучению можно подвергать семена совершенно разных растений. Это и лук, и томаты, и огурцы, и перцы, совершенно разные и цветочные, и овощные культуры. Никаких ограничений нет, по крайней мере, никакого вреда этот способ обработки семян точно не принесет. Ну а польза, очевидно, из нашего опыта и из опыта тех исследователей, которые публикуют результаты научных работ в научных толстых журналах. Поэтому, если у вас есть какие-то семена дома, которые вам жаль выбрасывать, у них пониженная всхожесть, или вы хотите укрепить проростки, дать им больше силы, больше способности к адаптации к неблагоприятным условиям, пожалуйста, вы вполне можете использовать этот метод. Этот аппарат доступен, он совершенно недорогой. И ведь основное его назначение – это использование для лечения. И могу вам по своему опыту сказать, что использование для шеи, для суставов, для спины больной на даче, подходит он прекрасно. Но, конечно, надо почитать инструкцию и поконсультироваться с врачом для его применения. Есть маленький секрет, который усилит данный способ обработки семян. Когда вы заливаете их водой, на литр воды добавьте на кончике чайной ложки чуть-чуть соды. В таком случае эффект вас просто удивит и поразит. Насколько хорошо это работает. А в следующем видео мы поговорим вам о способе стимулирования прорастания семян и ускорении роста проростков с помощью, я его называю, такой будильник для семян. Мой собственный фирменный рецепт. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Процветок. И ожидаю вас в наших следующих выпусках. Спасибо за внимание. Меня зовут Иван Рудских. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова